Друзья, приветствуем вас! Мы на фестивале «Сырая вина» в Бернардации. Мы вас не обманули летом. Новый фестиваль прямо в нашем дворике. Море Глинтвейна, море теплых эмоций, потому что сыр и вино – одно из самых вкусных сочетаний. И я уверен, вы получите сегодня массу удовольствия. Сегодня я открою бутылку игристого вина при помощи сабли. Топора и бокала. Этот ритуал называется «Сабраж». Он ведет свое начало еще со времен армии Наполеона I, когда офицеры этой армии, не имея времени и куража, открывали на ходу бутылку шампанского при помощи сабли. По другой версии, таким образом, они салютовали равновдовевшей мадам Клико, которая 27 лет унаследовала большое хозяйство, именно шампанский дом. Таким образом, они хотели привлечь внимание, проезжая мимо ее виноградников, открывали бутылку шампанского таким образом. Это всегда ощущение праздника, это всегда такой слегка кураж, интересное и зрелищное действие. Мне кажется, лучшего места ребята не могли найти, и все очень пропитано и пронизано, продумано в деталях, вот до мелочей. Очень приятно и очень здорово, что вот сегодня мы все здесь. Мне нравится, что здесь представлены локальные вина, то есть вина, которые выращены на территории непосредственно Одесской области. Что сказать, осенью прийти, попить вкусного вина, поесть вкусного сыра, это прекрасно. Отличный глинтвейн, при том есть белый, не только красный, это тоже для меня важно. Сыры, большой выбор сыров. Ну вот мне понравился стенд Бернардацис с очень вкусным глинтвейном, и стенд с сырами, я не помню, Цезарь, по-моему. Тоже с большим выбором и приятными ребятами. Вот прямо сейчас проходила дегустация молдавского винзавода, небольшой винодельни семейной, Эчетера, которой нет в принципе этого вина в Украине. Наши гости смогли и попробовать, и познакомиться лично с основательными братьями этой винодельни. Ну и мне кажется, что это очень интересно. Далее будет сочетание вина и сыра, слепая дегустация от шефа Сомелье Бернардацы. Такие мероприятия, которые, ну как нам кажется, очень эксклюзивные, необычные, которые в каждый день ты не можешь попасть, а только на фестивале вина и сыра. Здесь очень тесная, дружественная, вкусная по-одесски атмосфера, как это все мы любим. Здесь люди, которые друга знают, которые друга не знают, но скоро познакомятся после дегустации вина с открытыми глазами, с открытыми глазами и так далее. Спасибо вам, ребят, за прекрасные проекты, которые вы делаете. Я желаю вам бесконечного развития, самосовершенствования и буду посещать все ваши проекты. Спасибо! Мы с шефом задумали шикарную дегустацию. Проработали с ним 4 закуски, в которых есть сыр, обязательно. Это важная составляющая. И я подобрал 4 вина, которые с этими закусками идеально сочетаются. Прикол дегустации в том, что она будет слепая. Вы надеваете повязки и ничего не видите. В течение 45 минут мы выносим одно за другим и вы получаете море удовольствия. На самом деле, после такой дегустации ваши рецепторы вам точно скажут спасибо. Почему? Потому что, когда мы не видим, что перед нами, мы больше начинаем думать и вспоминаем те ароматы, которые нам еще знакомы с самого детства. Интересно будет после дегустации узнать у гостей наших, какие у них впечатления, понравилось им или нет. Но мы ее готовили со всей душой. Очень было загадочно, что у нас были завязаны глаза. И безумно понравилось больше таких мероприятий. Дегустация в слепом виде, она каким-то образом обостряет все рецепторы и вкусовые, и обонятельные. Поэтому очень интересно, ново и достаточно неординарно. Очень интересное ощущение, когда ты с закрытыми глазами дегустируешь, когда привычные ингредиенты бьют в сочетании с вином. Все обостряются, чувства обостряются, ощущения обостряются. Очень классно и даже как-то таинственно. С закрытыми глазами, оказывается, можно и резать мясо, и пить вино. Все получается. Спасибо очень интересные образцы. Австрийское вино, вино из ЮАРа, которое давно уже не пробовала, честно говоря. И была очень приятно удивлена открытиями, ощущениями. Спасибо Алексею за то, что он проводит такие интересные встречи.